друзья всем привет всем привет вы на канале tesla cars by и сегодня у нас тут новая модель все очень просто это вас потому что здесь написано вас нет валера это не вас это новейший tesla model y только 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 прибыл из сша прям как горяченький пирожок мы его так долго ждали в минске и вот он здесь и сейчас мы делаем обзор а 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 Валера, что ты думаешь о дизайне? Я думаю о дизайне, то, что она, если смотреть на ютубе, вообще с картинки, дизайн так себе. Но, когда я ее увидел, она абсолютно другая. Это реально поражает. Она абсолютно по-другому выглядит. Это крутая фишка от Теслы. Тачка действительно во многих ракурсах выглядит классно. Немножко, конечно, такой фейл с видом спереди. Если отойти чуть подальше, это такой какой-то утконос получился. Все верно. Как Porsche Taycan утконос. Кстати, это скорее комплимент, я думаю, сходство с Porsche. Но, блин, она мне очень нравится, но посмотрев ее, есть много нюансов. Даже стою я здесь рядом, и вот этот зазор, вот он торчит, но сборка могла бы быть лучше. И такое это везде по машине. Дизайн действительно очень интересный. Если отбросить вот этот вид спереди, который, ну, так себе, то вид сбоку в три четверти и сзади просто бомбический. С тобой абсолютно согласен. Абсолютно. Действительно, вот эти все ролики, они не передают вот этот весь дизайн. Такая сбитая малышка, потому что автомобиль не смотрится большим. Вот такая сбитая малышка на огромных 21-х колесах. Model Y на базе тройки, но это абсолютно не тройка. Это я вам сто процентов уверяю, что это абсолютно новая машина Model Y. Валера, как они ее собирали? Вот этот наш номер ВАЗ. Мне кажется, что они обратились к специалистам Автоваза. Ну, посмотри на эти зазоры. А, блин, меня это убивает, реально. Реально, вот, блин, вот палец в мизине сюда можно засунуть. Ну, как так? Ну, Тесла, Илон, как так? И вот это, ну, вот это вот, вот это вот ниже идет часть. Это выше. И здесь вот палец упирается. Ну, как так? Ну, плакать хочется, реально. Я думаю, у нас в Беларуси, в России машина будет иметь успех. Все-таки Автоваз наша, все. Нас не напугать кривыми зазорами. Ты знаешь, что, Кулибина это все-то делает? Идеально. Идеально. И на самом деле, друзья, я думаю, что если отдать машину хорошим кузовным мастерам на 2-3 дня, они сведут в ноль все зазоры. Вот смотрите, ну, вот, зазор внутри, да, вот, прямо туда вот смотрел. Видно складки вот эти вот, крепления. Что еще? И с этой стороны тоже самое, вот повторяется. Вот как они собирали, здесь молдинг ниже идет, здесь выше. Здесь вот зазор палец упирается. Как-то в погоне за космическими технологиями. Качество сборки ниже плинтуса. А знаешь, что, Артур, мне кажется, если вот эту машину будут собирать в Германии, то абсолютно будет другая машина. Не знаю, это мне напоминает старый анекдот, как, что в Автовазе не собирали, все равно в конце Жигули получалось. Ну, посмотрим. Причем, Илон Масс говорил, что в Германии это самая лучшая сборка будет. Надеюсь, надеюсь. Потому что сейчас это у нас американская версия Model Y, а европейские версии начнут выпускаться по окончанию строительства завода Tesla под Берлином. То есть мы все ждем официальные европейские машины, когда Tesla достроит завод под Берлином. И надеемся, что там с зазорами будет уже другая ситуация. Еще один нюанс такой я заметил. Когда я оперся на капот, на багажник, да, то металл очень так легко прогнулся. Вот, я даже не напрягаюсь, прогибаю его. Вот чувствуешь, да, как вот бумага. Ну, экономика должна быть экономной, как сказал Иосиф Виссарионович. А может, значит, мы специально сделали для того, чтобы, если избить человека, чтобы помягче было. Кстати, да. Как вариант. Валера, вот ты говоришь, что это совсем другая машина. А я смотрю, что отличий от тройки вообще-то не так много. Там те же фары, тот же капот. Артур, ты не прав. Здесь пакет есть антихром. Смотри, здесь все черненькое, красивое, да. 21-е диски. Вау, я себе на эску такие поставлю. Ну, сколько еще? Поменяю ступицу и поставлю. Они крутые вообще. Сколько? Нет, диски, кстати, да. Очень крутые. Красивый рисунок. Ну, хорошо, я начитал два отличия. Антихром и другие диски. Это все? Крыша и тонировка. Вот это очень классно смотрится. Тонировка завода-изготовителя. Уже комплектации. По крыше мы пройдемся, когда присядем вовнутрь. Ну, на самом деле, да, машина сохранила стиль тройки. Но при этом она смотрится намного интересней и выигрышней в разных ракурсах. При этом получила элементы. Очень много людей занимались тем, что заклеивали на Теслах хром. И, наконец-то, аллилуйя, есть первая Тесла без хрома. Сзади она смотрится классно. Как спортивная тачка, реально. Не, ну да, вот этот спойлер версии, перформанс. И вот этому диффузору заднему, ну, я бы сказал, даже Порше бы немножко позавидовал так. Ну да. Я знаю, что она по этому диффузору как будто улыбается немножко. Такая ухмыляется. Реально похоже, да? Ну, выглядит классно. Мне нравится. Да. Давай откроем багажник. Это прикол? Давайте еще раз откроем багажник. Давай поможем. Ну, это бывает такое. А, все, я понял. Так как машина немножко на эскос стоит, багажник сдвинулся вправо. Она задела вот здесь вот, смотри. Вот видно, да? Из-за этого багажник не мог открыться. А давай покажем. Вот закроем сейчас багажник. Я думаю, что это дело в плохом зазоре, а не в том, что машина стоит под уклоном. Ну ладно, когда ее поставим прямо, может быть, все поменяется. Я так уверен. Вот смотрите, здесь видно зазор. Еще раз. В палец. А здесь вообще нет зазора. Здесь вообще нет. Поэтому багажник так и открывается. На самом деле. Поэтому он не может открыться. Он заедает. Машина стоит под уклоном. Нет. Но багажник не открывается не поэтому. Как-то зазоры кривые. Не оправдывает Тесла. Ладно, согласен. Может быть. Но единственное, мы можем вписать, что это все-таки автомобили с первой партии. Опа. Смотри, они что, привязали Powerwall? Да, они его привязали, потому что машина в контейнере шла из Калифорнии. Это логично. Мы Тесла молодцы. Думаю, что это не Тесла привязала Powerwall. А поставщики Тесла Cars Buy. Тесла Cars Buy используют только надежных поставщиков. Смотри, багажник. Не, ну багажник реально очень большой. Он больше, чем в тройке. Он даже, наверное, больше, чем в S. Мне нравится, мне очень нравится то, что здесь ничего не болтается. Оно все четко собрано. И, ну реально круто. Как-то фраза четко собрана уже немножко пугает. Ну да ладно. Не, ну багажник действительно большой. И так как это хэтчбэк, то сюда в любом случае влезет всего намного больше, чем в тройку. Подожди, а вот здесь полка открывается, как вы все, или нет? Вот так. Да, открывается. Вот, смотри. О, тут есть еще подполье. Офигеть. Я хочу, друзья, сказать сразу, что я вот лично специально не смотрел ни одного обзора про Model Y, чтобы увидеть и иметь незамутненное личное мнение. Ну что, кстати, Валера, это же Tesla. Здесь и спереди багажник. Пошли посмотрим, поместишься ли ты в передний багажник. Подожди, вот покуда ты закрывал багажник, я еще кое-что заметил. Здесь есть два динамика. На самом деле в Model 3, наверное, они тоже где-то там есть, но просто их не видно, потому что это Model 3 седан. Но вообще, я вам скажу, когда меня спрашивают, чем тройка хуже, чем Model S, я говорю, есть два принципиальных момента. В Model S есть пневмоподвеска и электропривод багажника. Теперь, если меня спрашивают про Model Y, тут уже есть электропривод багажника. Осталось только ждать пневмоподвеску, которой пока нет. Но по секрету, вроде бы нам ее Илон обещает. Артур, смотри, что я еще заметил. Здесь есть две кнопки, которые складываются в заднее сиденье. Нажимаем. Только ничего не происходит. Или может толкать надо? Ну реально, ничего не происходит. Ну да. Может они там привязаны? Ну в общем, они есть. Да, да, да. Передний багажник реально тоже очень большой. Он существенно больше, чем в тройке. Я заметил, очень легко открывается вверх. В Model Y видно, что здесь в сравнении с Model S позаботились о безопасности пешеходов даже больше. Здесь вот такой демпфирующий элемент по краю капота. И получается, что если пешеход попадает на капот, он проминается, и пешеход получает меньше повреждений. И что мы видим под капотом? Здесь есть куда заливать омывайку. Больше ничего? Больше ничего владельцы Теслы делать и не нужно. Нужно заливать омывайку. Кстати, здесь в отличие от Model 3 нету крючков для супермаркета. Ну да, странно. В общем, видимо, все-таки не сильно пользовались передним багажником. Наверное, поэтому они отказались от этих крючков. Как вариант. Потому что все-таки открывается, то он легко, а закрывать передний багажник приходится вручную. Ну, не совсем хорошее решение для домохозяйки, которая вышла с супермаркета. Вот так вот, если еще, как обычно у нас Беларусь, Россия, зимой грязь. И ты грязными руками должен положить продукты и заполнить их в пакет. Я знаю, как девушки сейчас закрывают в ТикТоке багажник. Они берут просто вот так вот. Оп! И все. Я не смотрю ТикТок. Что я вам хочу сказать. Старая добрая тройка. Но сидишь высоко. Да, да. Просто другая посадка, кроссоверная. Более высокая посадка. В остальном, по-моему, найди хоть одно отличие. Та же аварийка на потолке. Те же козырьки в зеркалах. С поправкой на то, что это кроссовер, я не вижу здесь вообще никаких отличий. Вот эти вот магнитные заслонки для зеркала мне очень нравятся. Это оригинально. И уже в зеркале имеется подсветочка. Валера, в тройке точно так же. Один в один. Хотя оно так приятно напоминает какой-то смартфон. Ну да. Вот скорее уже... Айфон, смотри, реально, да? Вот эти вот белые штучки слева-справа. Перевернутый айфон. Еще кнопочку палец в ингерплит добавить. На самом деле, Валера, самое главное отличие от тройки находится сверху. Это цельная панорама. Цельная панорама и отдельная дверь багажника. Потому что в тройке здесь перекладина, а дальше стекло крыши багажника соединяется с самим задним стеклом. То есть это один цельный элемент. Ну что, поехали вперед. Куда хочешь сразу на аукцион для утопленных машин? Ну да, можно открыть уже аукцион здесь, в Беларуси. Не, сегодня мы не поедем. Смотрите ездовые испытания Model Y в наших следующих обзорах. Подписывайтесь на канал. Я уже не говорю ставьте лайки, но ставьте лайки. И наконец-то случилось то, что мы Тесловоды так долго ждали. То, чего не было в Model S. То, чего нету в Model X. То, чего нету... А, в тройке есть, но он не такой шикарный. Это подлокотник. Стаканчики, подстаканники. Да, здесь два подстаканника отформованы. Так, тут у нас... Мне вот эти кнопочки вообще не нравятся. Ну, такая галимная пластмасса. Ну да. Китай. И крючочки, да, такие. Напоминает китайка, как-нибудь с джили или что-нибудь. Вот спереди гораздо лучше. Ну, немножко-немножко они сэкономили. Опа, и крючочек заел, смотри. Я не могу его достать. Все. Сломал. Все, починил. Запускай висит, так. Нет, 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 закрой аккуратно, нежненько. Нежненько, нежненько. Все, больше не все равно заскочил. Все, больше не трогай, не ломай. О, вот так все. Да, а куда мы тут будем стаканы с пивом ставить? Похоже, тут нету. Вот, есть кармашки в дверях, но нету. Центральненький отсолен под стаканом. Только здесь. Они, короче, отсюда забрали сюда. Да, то есть, если мы поедем втроем, вот, то придется нам уже стаканчики держать в руках. Лера, а давай ты повыше, мы сейчас посмотрим, сколько места сзади, ты выставишь сидение под себя спереди и посмотрим, сколько у тебя будет места для ног сзади. Давай. Кажется, руль меньше. Нет, руль такой же, в тройке маленький руль. Ну все, я выставил. Ты сел удобно? Да. А какой у тебя рост? В 181. Ну отлично, отлично. Давай попробуем. Ну так, удобно, так, чтобы спейка немножко наклонялась назад. Сейчас пересяду назад, посмотрим, сколько там места. Даже колени не задеваю, ого, ничего себе. Реальное место, нормально. Я вот так наклоняться могу. Хорошо, а сядь, как ты обычно сидишь. Может, ты в потолок упрешься головой? Она опускается? О, еще чуть-чуть назад. Да, кстати, задние спинки регулируются. Ну, немножко вот сзади выпираюсь. Ну, это если очень прямо сидеть. А если нормально, то просто выпирать. Ну, все-таки гипотетически получается, что человек под 2 метра, 1,92 метра, будет упираться головой. Это будет смешать штука, да? Пластиковая. Ну да, она тут такая массивная. Если бы она чуть-чуть назад переместили, может быть, не упиралась. А так будет упираться. Вот я даже вот шапкой надеваю. Вот реально. Вот, не, если вот так выпрямиться, то да. Ну-ка, давай мы тебе вот так поставим сиденье. Вот так. А, о! Вот! Дорогие наши друзья, которые высокого роста. Сидите прямо. Прямо. Это для позвоночника хорошо. Если вот так будете 2 раза в неделю делать, позвоночник перестанет болеть. Ставку ставить. Либо покупайте Model X. Там намного больше места над головой. Потому что там такие отформовочки в этих дверях, которые вверх открываются. Ну, мне еще не нравятся подголовники. Они поднимаются, наверное, интересно. А, да, чуть-чуть поднимаются. Это максимум, да? Это максимум? Нет, я думаю, что они побольше поднимаются. Не сломай только аккуратно. Да нет, оно все, оно даже не достается. Все равно получается слишком маленький. Вот если ровно сесть, то сейчас голова туда закидывается. Не, ну места, длину хватает. Реально. Ну что, Артур, что ты скажешь про Model Y, потому что я уже накопил информации. Хочу услышать твое мнение. Model Y действительно оказался автомобильным с очень интересным дизайном. То есть у тройки более спорный дизайн. Здесь есть только вопрос по передней части автомобиля. И то в определенных ракурсах. Во всех остальных ракурсах, сзади, сбоку, в три четверти, машина выглядит просто бомбически. То есть это действительно красивый, стильный автомобиль. Я заметил только один существенный недостаток. Это качество сборки. Если Tesla с этим справится, это просто бомба, просто бестселлер, который разойдется миллионными тиражами. Особенно в наших странах, там Беларусь, Россия, Украина, где традиционно очень любят кроссоверы. Ну, я с тобой полностью согласен. Если издалека смотреть на Model Y, то как бы не особо красиво. Но когда она подъезжает, несмотря на все нюансы, которые здесь есть, которые мы вам рассказали, она мне очень нравится. Больше, чем Model 3, однозначно. Это машина для меня. Ну, у меня Model S One Love, но Model Y где-то уже выходит на почетное второе место или даже подпирает Model S. Ну, несмотря на то, что Model 3 и Model X, я уже знаю, мне нравится сейчас Model Y. То есть у тебя какая машина с Tesla в топе сейчас? Tesla в топе Model S однозначно. Но, друзья, Model S One Love. Да, да, это однозначно. Но Model Y это реально второй номер. Согласен. Model Y выглядит прекрасно. Чуть-чуть бы я вот, может, даже сделал бы его чуть-чуть больше. Но тогда бы он бы не получилось бы его производить на одной базе с Model 3. Была бы другая цена. И это был бы уже, в общем-то, наверное, Model X. Согласен. Так что сейчас будет спам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте комментарии. Я с вами был Tesla Cars Buy. Валера, Артур. Всем пока. Ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok